здравствуйте мои дорогие друзья с вами гру в поля сражений присаживайтесь поудобнее заваривайте лайк ставьте кофе погнали смотреть новый патч у нас порезанные порезаны наги насколько сильно порезаны не знаю ну как знаю но все еще хайрульные наги могут быть в любом случае посмотрим как играть в этом патче обязательно ребят проверьте подписаны ли вы на канал ну и погнали кривоклык я бы взял если были звери зверей нету здесь возможно баров или вестник смерти черношип кстати есть свиньи давайте наверное попробуем сыграть за черношипа попробуем мне кажется он должен себя чувствовать нормально сейчас самые классные герои по моему мнению это дрожжеглот при наличии зверей можно сказать инста пик нам дают коллекционеры раковин мой лично топ героев на данный патч это дрожжеглот при зверях это юдора ну и надо кого-нибудь третьего такого кстати голливикс очень хорош голливикс звери зверинцы очень классный очень классный ну и конечно всякие хайроллеры виде там сисек боровых тому подобное все еще неплохо себя чувствует поэтому что-то надо такое брать и либо героя который хайроллит либо героя который играет стабильно что брать конкретно вам решать лично вам мы получили монетку монетку на поэтому и плохой ролл поэтому выходим во вторую таверну чисто технически если мне здесь предложили 1 3 дракона этого свина я бы скорее всего остался в драконах потому что мне нравится такая средней паршивости сборка в виде двух жирных раскачанных драконов из первой таверны под надины это сразу минус два существа у противников под надиной минус четыре существа да и там добавил немножко там лероя ядики можно доходить до топ-2 смело моя любимая сейчас сборка но должен найти зайти хороший старт по драконом ну даже если мне сейчас 1 3 дракошка предложить я все-таки от этого вряд ли откажусь что все-таки сильная сборка получается но покуда у нас есть монетка я могу взять два т2 юнита что будет гораздо сильнее под шардами можно будет взять свиней мне не нравится абсолютно этот ролл опять же три единички один пират выглядит очень слабо я трачу монетку чтобы выйти в третью таверну на это будет раш 3 таверны и вряд ли мы пойдем в высокую таверну на что-то мощно я не хочу тратить шарды суда те же хочу потратить шарды на какое-то нормальное существо ну там может быть брута найдем вот этого свинья свинячного брута может найдем бронзового стража на него накинем все все эти шарды может как-то поиграем через свиней через баблы под вопросом но типа сидеть ждать у моря погоды я не буду во второй таверне а брать фигню сейчас не знаю загорающийся свинообраза продавать брать капитана южных морей выглядит очень плохо учитывая то что но мне придется закинуть на него шарды чтобы как-то сейчас уже оправдать этот ход и не получать лишнего урона но покуда я знаю что не так много дэмэджа получу то можно и можно и в левел выйти а эти шарды подсевить ну да здесь действительно лучше бы один шар закинуть но я же не знал что у него по факту да если знал что у него один 4 естественно закинул что здесь приходит ролл слабенький слабенький потому что есть элема элема к нему нету есть монетка я думаю что мы берем монетку делаем реролл потому что я хочу найти что-то действительно полезное для себя и сразу это забрать например вот этого свина сразу мы накинем на него шард может быть даже два шарда чтобы тушка стала посерьезнее плюс у нас образовался дуплет у голливикс третья таверна мехов нет начнем конечно с этого свина ну взяв эту карту я у него ну у меня грубо говоря два существа да теперь одно под баблом на 7 урона 2 просто 7 урона ну плюс пхп кстати может помочь можно типа я два шарда оставляю для чего да вдруг мне придет еще один либо круто клык либо брут придет вот это да и мне в принципе надо засейвить два шарда здесь для более качественной игры не не могу больше просто закидывать но еще будет 7 рублей это означает что это один реролл две покупки либо при покупке две продажи сто процентов вин мне это нравится дополнительный шар сыграл свою роль и у нас кстати появилось существо с баллом что немаловажно для выхода в зверинец или выход в свиней приходит очень хороший бронзовый страж можно брать тебя либо делать реролл я наверное сделаю реролл потому что поздновато для этой карты здесь нам приходит удильщик удильщик мне очень нравится потому что теперь можно брать раскачку по таунтам для бронзового стража как-то бояться капитан юдора которая вышла в третью таверну сейчас я бы не стал тем более ей копать еще два хода видимо она в пятую будет идти копать но пронести ей как можно больше урона я бы хотел было бы кстати поэтому расстановка какая-то такая а этот шарт я отдавать не буду тупо это делают чтобы просто по максимуму юдоре принести чтобы она захотела сыграть свою обилку четвертой таверния не в пятой иначе она может так за хай роли что мама не горюй например если ей выпадет там не знака нибудь зала золотой муразонт а предыдущий противник нашел стриплета ну скажем какую-нибудь ну а тису это будет золотая тиса а если под браном то две золотых хотеть короче можно такого натворить что мам не горюй поэтому я отказываюсь давать противнику такую возможность и душем 332 на получается на 8 и рона пойдет можно было в среднем девять с половиной при хорошем первом ударе в 55 но немножко не повезло далее смотрим что нам дают я бы не назвал это блин там что-то очень мощно какие-то а он выходит в левел ну я выхожу в левел что тут что тут говорить я беру катгара потому что я закидываю сюда стенку и катгар призовет мне два бронзовых стражей это понятно бабал сюда я кинул два шарда ваша рда пока под сейвем в партии есть пираты это означает что можно выйти например через шишпанов но я просто думаю как еще оправдать наличие на моем столе катгаром но вот эти вот эти вот три карты очень хорошо сочетается друг с другом если мы здесь еще помимо вот этого добавим раскачку по таунтам это будет очень хорошо на топ-1 пока не натягивает конечно но в топ-4 войти это как бы нормально я просто думаю мэйби еще один шарт я могу закинуть сюда один шарт под сейвем под сейвем на следующий ход вдруг так получится что я захочу рашить пятую таверну чтобы собрать вот этот триплет в шестую юдорка в четвертый и осталось один ход если сейчас юдоре пронесут 15 явное место конечно на ее месте в пятую рандомить обилку бы не стал слишком опасно ну и кстати шарт снова сыграл дополнительный то очень и очень важно этот удар мне не очень нравится налево ой шикарно сыграно мне нравится как сыграно пока я доволен в принципе что есть рашить пятую у пронесли юдора 15 у это юдора может конечно и втащить так мне нравишься ты мне нравишься ты дракон мне не особо нравится делаем реролл так тебя я беру тебя играю суда однозначно тебя я продаю тебя я ставлю у меня есть один реролл получается да триплет пришел есть хороший свин я думаю что она с тебя начинать и освобождать слоты вот к этому столу вот к этому столу очень зайдет новая шестерка свин потому что для ее супер реализации нам нужен динамичный дуэт и крутоклык принципе землетряс не так нужен но теперь нам нужно как-то раздобыть стриплет он был рядом но нам пришлось конечно от него отказаться ибо некрасиво проигрывали кстати можно вот это ближе хотя я бы вот это стал ближе на вы это ближе лучше ну чё дальше возможно левел покупка левел покупка выходим шестерку не знаю потому что ну реализация какая-никакая есть здесь тоже вон стенка на драконе бабам пока не теряем я надеюсь что он сейчас вот это убивает на призываются двое мы получаем еще два шарда а шарды для нас очень-очень хороши тоже хороший удар минус бабл шикарно ударь сюда в свина туда нужно бить тогда бей сюда но ел мое везде не повезло ну и смотрим блин тут какой-то никакущий голокронт я думаю что голокронт не жилец в этой партии поэтому скорее всего нам придется идти в левел так как юдору пробил бурю крыл а я бурю крыла пробил ну окей как бы и ночи технически мы можем заменить тебя сейчас на ветра дуечку у нас будет побольше урона на плюс побольше шардов можем конечно заменить кат гарчика тогда у нас этот дракон всегда будет с таунтом ну почти всегда что очень важно на самом деле расщепителя самоцветов давайте наверное так и сыграем ну я думаю что мы здесь не будем шибко рисковать усилимся по максимуму тебя куда-нибудь сюда поставлю пираты 5 мне теперь не обязательно начинать низ баба низ бабло 31 хп если я его сейчас не выселю то в принципе можно попробовать выйти в шестую таверну но у нас тут просто далековато до триплета до любого финальную сборку надо чем-то входить потому что но здесь входить не на чем финальную сборку просто и нету банально всего три шарда блин дракона бей ну куда ж ты бьешь там уже поздно ну тогда будем смотреть хайроль не будет ли будет наш противник просто вот эта сборка вот эта сборка не особо имеет продолжение в пятой таверне и нужна шестая таверна есть еще один расщепитель ну ладно соврал есть продолжение но тут что-то не очень сильные какие-то нога 4 а у нас есть возможность очень сильно одеться поэтому пойдем-ка мы в левел да я мог удвоить свои шарды продав вот эту карту но это не особо помогало ну надеемся на шестую таверну да тут очень хорошо тут сколько получается можно будет продать тебя раз я если найду вот этого элдера демонов к сожалению нет но есть пираты а если есть пираты это означает что можно покупать продавать картежницу получать дополнительные шарды да не забывайте об этом ну и к тому же у нас есть те лемы можно покупать там бесплатные реролы можно покупать продажи менталя это тоже дополнительные деньги в теории да если у вас допустим к этому ходу есть ресайклинг рэйф да то он очень хорошо в свиньях играет вот как раз с продажи менталям очень много денег получается прокрутки там всякие можно находить нужный карт тут что тут пираты какие-то а что в итоге здесь все элемы у юдора собрались чем на золотую номи что ли поймала не в бабл очень хороший удар пойдет 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 ну это очень ужасный удар пойдет пойдет 4 шарда это нормально это нормальный удар вот здесь с ударом не повезло но ничья не вполне себе устраивает можно показать смайлик пота не юдора но вот эта штука вылетевшему билу дают еще один динамичный дуэт я наверное буду брать его смотрим что тут крутоклык не очень хорошо мне нравится дебагриф рыцарь беру 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 потому что во первых бабл во вторых преимущество от этого всего дела это нас уже не устраивает делаем рерол есть бран 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 раскачка трескучего циклона а гем еще один расщепитель ну что я делаю в этой партии скорее всего я не ставлю динамичный дуэт есть аргус можно вместо тебя поставить динамичный дуэт но аргус получается я не возьму делаем рерол не наверное я динамичный дуэт пока не ставлю пока мы кинем вот сюда бабл и дадим атаку ну и кинем естественно провокацию на бронзового стража да бронзового стража можно будет продать любой момент какие-то пираты ай-яй-яй пираты гулям угу неплохой удар не очень много урона это если еще добью будет вообще хорошо 5 шардов у нас народ требует свиней кто не хочет вылетать ну королева богомолов это топовая карта вот это уже медленно ну королева богомолов вместо кого вместо дебагрива не хочется можно вместо крутоклыка ну потому что здесь бабл возможен можно было конечно вместо этого но учитывая то что она получит дополнительное преимущество и мне не надо теперь тратить шард на получение бабла ну смотрите во первых здесь винфьюри а в винфьюри не накидывал так смотрите свин значит свин дракон элем три адаптации может ли быть гидра технически может все может быть а я не поймала это да туда же бей хорошо я не поймал к сожалению нужных карт ну ничья меня устраивает конечно ой двое вылетело дуплет дуплет намеренно не беру о триплет хорошо триплет беру есть еще землетря смотрим что тут ну конечно поздновато поздновато но в принципе вместо расщепителя самоцветов так то можно можно ли поставить еще одного землетриаса надо ли тоже деньги ну давай тебя продадим по сути у меня не хватает да теперь свина одного ну и сколько нужно еще тут пираты еще два ну давайте так сделаем пираты ну динамичный дуэт конечно круто хватит ли мне не знаю может быть сюда аргус надо было таунт блин налево бей лучше не хочется жирную тушку отдавать вообще никак на одно существо жалко шесть плюс три девять выбили свиньи ох уж эти свиньи ох уж эти свиньи ну не знаю топ-1 вряд ли но я думаю получится ну топовые есть сборки вылетевшего дадут дают вылетевшего бесплатный рерол я сделаю просто рерол так эта карта получит больше эффекта из-за бафа сюда вот это я беру рерол еще бабл и агамаган но агамаган че-то здесь как-то не особо клеится понятно что с вылетевшим если вместо ну вместо свина ставить не очень хочется бабло хочется не агамаган здесь не идет сори гайс так а если еще одного куплю на мне не хватит да в любом случае рерол надо делать потому что суда бабло приоритетнее кидать потому что здесь можем за три адаптации И зарандомить бабл Расстановка не очень Опять не зарандомил бабл Все видимо баблы на конец оставились Блин, ну зачем Лерой так далеко? Непонятно мне Ну че, топ 2 свиньи умом, как говорится, да? Через землетряса О, и остался сраный лем Хайрольщик, которого не задушили О чем я и сказал Ранее Второе старейшина Ну и не знаю, какого поместить Ладно, вроде помещается Кстати, вместо дракона Мы вот это прокрутим Потому что я хочу кинуть винфьюри сюда Бабл сюда, бабл сюда Перерол Вот это бы триплет найти было бы круто 146-130, динамичный дуэт Блин, если я этот триплет нахожу У меня слот освобождается Наполнительный бабл 1%, ну блин, ну блин, чувак Нахайроллилс, блин, просто с одной карты вышибает, да? Вышибает с одной карты Интересно, что же он такого получил там С... Этого С обилки Я так думаю, что это золотой номи Не меньше Золотой номи Очень похоже на стол Под золотого номи Ну, типа, какие варианты? Найти перекрутить баблёршу Найти ещё один яд Бабл, хорошо Тебя будем крутить? Наверное, нет Перекинуть Перекинуть шарды 12, 8, 12 44 отсюда И отсюда сюда 82 82 То есть бабл сюда Бабл сюда Это сюда В принципе, нам там Вот это впереди хватит Потом бабл снимаем Два рерола Надо искать этот триплет Пам-пам Наверное, так 7 и 7 Ой, я поймал таунт На яде Окей Окей Ну, куда же ты бьёшь? Ну, ладно В бабл Блин Ну, тут бабл уже не надо было Налево, пожалуйста Налево, пожалуйста Хорош Это топ-1 Вот это скилл Вот это скиллуха Вот это скиллуха Просто хайрольного Элема Просто унизил Вау Свиньями Свиньями, господа Унизил хайрольного Элема Ну, где же свиньи? Ну, где же наши свиньи? Давай поднимем свиньи И будем танцевать Спасибо, ребят Что смотрели это видео до конца Я сам удивлен, если честно Такому замечательному топ-1 Но я сделал всё, чтобы это произошло Если вам понравилось это видео Так же, как мне Его записывать То обязательно ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал Увидимся с вами на трансляциях И в новых партиях Всё, всем пока Удачи и побед Бах